Всем привет, вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. После последнего крупного обновления среды разработки Android Studio, мы его подробно рассматриваем в видео, ссылку на которое вы видите на экране, разработчики добавили новый элемент разметки экрана, Constraint Layout. Сегодня мы рассмотрим, что он собой представляет и как его использовать. Но сперва я хочу сказать буквально пару слов о канале Быть Программистом от автора Александра Сакирки. На канале вы можете смотреть новости мира IT, уроки по программированию, а также блог о жизни и отдыхе программиста. Автор рассказывает, как научиться программировать, как быть продуктивным и успешным. Подписаться на канал Быть Программистом вы можете по ссылке в описании видео. А теперь вернемся к теме нашего урока. Constraint Layout это новый вид layout, который вы можете использовать в ваших Android приложениях. Эта компоновка обладает обратной совместимостью вплоть до API Level 9 и является частью Support Library. Цель Constraint Layout уменьшить количество иерархии layout, улучшить производительность, а также заменить работу с Relative Layouts. Она совместима с другими компоновками, так что они будут прекрасно гармонировать друг с другом. Помимо новой компоновки, в комплект входит также новый Layout Editor, который, по словам разработчиков, пришлось создавать с нуля, потому что прежний стал совершенно бесполезным. Для того, чтобы воспользоваться новым Constraint Layout, можно перетащить его в макет из палитры компонентов или в текстовом редакторе файла макета удалите корневой layout и начните вводить Constraint Layout. При этом Android Studio добавит такую строку в раздел Dependencies с файла Build Gradle. При работе с Constraint Layout мы взаимодействуем с элементами управления, называемыми Constraints, что в переводе с английского означает ограничение. Это правило, которое вы определяете для виджета. Constraints предоставляют опции, во многом идентичные зависимостям в Relative Layouts. Более подробно о Relative Layouts мы говорим в видеоуроке номер 6, ссылка на который есть в описании видео. Также при помощи Constraints задаются выравнивания для виджетов. Например, с помощью Resize Handle можно поменять размер виджета, растягивая его за углы. Size Constraint Handle – это маленькие кружочки, расположенные по сторонам виджета. Они позволяют задавать его положение внутри контейнера. Baseline Constraint Handle позволяет выровнять две строки текста в виджетах. Bias определяет смещение нашего виджета. Вы можете задать вертикальное или горизонтальное смещение. В окне Properties мы видим схематичное изображение, с помощью которого вы можете управлять размерами виджета. Здесь вы можете определить поля и правила для изменения размера виджета, а именно. Any Size – аналогично Match Parent. Единственное отличие в том, что эта опция подчиняется Constraints. Wrap Content позволяет сделать виджет большим настолько, насколько это необходимо, чтобы вместить все содержимое. A Fixed Size позволяет задать фиксированный размер виджетов DP. Для переключения между этими типами достаточно кликнуть по одной из опций на изображении. Вы также можете задавать смещение, перетаскивая ползунок по вертикальной или горизонтальной оси. Для создания своих собственных constraints кликните по кружочку на одной из сторон виджета, который вы хотите разместить. Не отпуская кнопку мыши, прочертите линию к виджету, к которому вы хотите его привязать. Как только виджет позеленеет, он создаст constraint. Вы можете также удалить constraint, кликнув по нему, когда он подсвечен красным. Теперь рассмотрим новые пункты меню редактора макетов, связанные с Constraint Layout. AutoConnect – это опция, которая автоматически начинает рассчитывать оптимальные значения для виджета, исходя из его местоположения. По умолчанию эта опция включена. Как только вы переместите виджет в layout, вы увидите линии, которые начинают расходиться от него в разные стороны. Это работает AutoConnect. Еще одна опция – Inference создает constraints для всех виджетов внутри вашей компоновки. Это работает наподобие AutoConnect, только не с одним виджетом, редактируемым в данный момент, а со всеми layout сразу. Inference использует математические расчеты, чтобы определить, какие виджеты нужно привязать к другим, исходя из их местоположения на экране. Чтобы воспользоваться Inference, нажмите иконку с лампочкой. Новый Layout Editor работает и со старыми layout, однако некоторые опции, такие как Inference, могут не работать. Этот редактор создает XML-файл за вас, но вы также можете написать XML самостоятельно. Можно задать массу других свойств layout, например, задать все значения margin по умолчанию или выровнять группу виджетов по левому краю, ширине или по центру. Одна из особенностей новой Android Studio состоит в том, что вы можете автоматически конвертировать старый layout в новый, использующий constraint layout. Когда вы выбираете файл с вашей компоновкой и находитесь в Design View, нажмите правой кнопкой мыши Convert Layout to Constraint Layout. Но будьте внимательны, результат может отличаться от ожидаемого. Совсем не обязательно переделывать разметку всех ваших приложений, но если вы считаете, что ваш старый layout работает медленно или вам трудно вносить туда какие-то изменения, то возможно вам стоит задуматься о том, чтобы использовать новый constraint layout. На этом все, но вы обязательно поработайте с новым компоновщиком в ваших проектах. Поэкспериментируйте, чтобы лучше понять и почувствовать его, а возможно и создать с помощью constraint layout свой уникальный шедевр в области дизайна пользовательского интерфейса. Вашими впечатлениями делитесь в комментариях и следите за новостями на нашем канале, а мы будем делиться с вами самой интересной информацией и опытом в сфере разработки мобильных приложений на Android. А с вами был Виталий Непочатов, всем добра!